Здравствуйте! Вы смотрите видео урок по фотошопу. И сегодня я объясню вам, как делось вот такие глубокие картинки. Для начала нам нужна любая абсолютно картинка в фотошопе. Открываем ее. Создаем новый лист определенных размеров, какой вам больше подходит. Я создам 600 на 600 пикселей. Вырезаем фрагмент картинки и устанавливаем его в фотошопе. Далее нам нужно разделить лист при помощи линейки на 4 части. Теперь мы берем инструмент выделения. Выделяем половину картинки. То есть ее область в половину листа копируем. Заходим в редактирование, трансформирование, масштабирование. Точнее, редактирование, трансформирование и отразить по горизонтали. И устанавливаем ее напротив. Вот таким вот образом, чтобы они получились зеркальными. Соединяем эти две картинки. Поднимаем вверх или спускаем вниз. Выделяем эту совмещенную картинку Ctrl-C и Ctrl-V. Редактирование и трансформирование отразить по вертикали. Устанавливаем здесь ее. Точно так же соединяем. И теперь нам нужно сделать так, чтобы они перешли в круглый вид. Мы берем редактирование, трансформирование, поворот. И разворачиваем на 45 градусов. Кликаем галочку сверху. И нам нужно выделить верхнюю левую четверть картинки и правую нижнюю. Выделяем вот таким вот образом. Зажимаем Shift. Выделяем. Вторую половину. Жмем Ctrl-C, Ctrl-V. Редактирование, трансформирование. Отразить по горизонтали. У нас получается вот такой вот калейдоскоп. Совмещаем эти картинки. Жмем Ctrl-E. Выделяем. Делаем копию. Ctrl-C, Ctrl-V. Этот слой мы можем уже удалить. Далее мы выделяем нашу картинку. Берем ее слой. Выделяем Ctrl-C, Ctrl-V. Эту теперь можно удалить. И на новом слое мы жмем редактирование, трансформирование, поворот. И поворачиваем на 45 градусов. Либо, если даже так она не меняет своего вида, своего наклона, если она настолько уже симметрична, мы задаем величину, которая в два раза меньше. 22,5 градуса. Жмем галочку. 22,5 градуса. 22,5 градуса. Кликаем галочку. Принимаем. И выделяем точно таким же образом вот эти доли. Жмем Ctrl-C, Ctrl-V на клавиатуре. Редактирование, трансформирование, отразить по горизонтали. Соединяем эти две картинки. Ctrl-E на клавиатуре. Снова выделяем. Выделяем мы, потому как за пределами еще остались фрагменты. Выделяем. Копируем. Чтобы не выходило за пределы листа, предыдущий слой удаляем. Берем редактирование, трансформирование, поворот. И мы можем задать 45 градусов. Также мы можем задать 90 градусов. Либо 22. в зависимости от того, какой вариант вам больше подойдет. вот таким вот образом. Теперь мы берем, точно так же выделяем. Ctrl-C, Ctrl-V. Редактирование, трансформирование, отразить по горизонтали. Соединяем слои. Снова делаем копию. Этот слой мы точно так же удаляем. Соблюдаем этот алгоритм действий, так как нам нужно, чтобы картинка не выходила за пределы нашего листа. Снова выбираем поворот. Уже подойдет 45 градусов. Выделяем. Зажимаем Shift на клавиатуре. Выделяем точно так же противоположную сторону. Ctrl-C, Ctrl-V. Редактирование, трансформирование, отразить по горизонтали. Допустим, вот так вот нам подойдет. Ctrl-E жмем. Теперь нам нужно выделить эту область кругом. Мы берем инструмент выделения, выбираем эллипс. Зажимаем Shift на клавиатуре и выделяем круглую область. Можно перейти на предыдущий слой и сместить ее к центру. Здесь мы снова переходим на наш слой с картинкой. Жмем копию. Ctrl-C, Ctrl-V. Предыдущий можно скрыть или вообще спрятать. Сейчас я избавлюсь от этого розового пятнышка, чтобы оно нам не мешало. И делаем следующие действия. Во-первых, переходим в обычное выделение, делаем копию. Ctrl-C, Ctrl-V. И скрываем этот слой с кругом. Сам круг нам еще понадобится. Его копию мы задействуем следующим образом. Мы перетаскиваем ее в угол и устанавливаем, чтобы она выглядела вот так, выглядывала отсюда. Теперь мы выделяем лист Ctrl-C, Ctrl-V. Этот слой мы можем смело удалить. А вот этот фрагмент мы перетаскиваем в угол. Ctrl-V. Редактирование, трансформирование, либо отразить, либо развернуть на 180 градусов. Перетаскиваем в другой противоположный угол. Совмещаем эти два слоя. Используем инструмент выделения, копия, редактирование, трансформирование, отразить по горизонтали, либо повернуть на 90 градусов. Будет один и тот же эффект в данном случае. Снова соединяем слои. Снова делаем копию. Ctrl-C, Ctrl-V. И на том слое, который находится снизу, мы применяем трансформирование поворот на 45 градусов. Кликнем галочку, соединим вот эти несколько картинок. Теперь поступаем следующим образом. Мы делаем еще копию. Снова на предыдущем слое мы применяем редактирование, уже свободное трансформирование. Мы уменьшаем саму эту картинку. Немного уменьшаем, ставим ее по центру, ставим галочку, делаем ее копию, копируем ее на предыдущий слой, Ctrl-V. Снова применяем поворот, трансформирование, поворот и задаем 22,5 градуса. Можем соединить сразу снова делаем копию, редактирование, трансформирование, поворот, 11 и 25 градуса. То есть добиваемся идеального круга. Соединим эти несколько фигур. Сейчас здесь получается картинка довольно темной. желательно, чтобы она контрастировала с внешним слоем, вот с этим. И так скажем, выделялся какой-либо рисунок здесь. Теперь мы можем поступить следующим образом. Мы можем раскрыть наш вот этот фрагмент, делаем его копию, разместим вот здесь. Здесь мы его вырезаем следующим образом. на этом слое мы возьмем инструмент выделения, кликнем по центру, перейдем на слой выше и нажмем клавишу Delete. Это снова можно скрыть. Перейдем на фон, потому как он сейчас нам не особо нужен, мы сейчас будем работать на нем. редактирование, трансформирование и масштабирование. Увеличим наш круг, сохранив его пропорции. Установим его по центру. Перейдем на слой с голубым кругом. Выберем редактирование, точнее выделение инверсия и жмем клавишу Delete. Удалили лишнее. Теперь мы будем работать непосредственно с этим голубым ободком. Мы нажмем на редактирование, трансформирование, масштабирование, поместим его под слой ради контраста. Уменьшим его, поставим по центру галочкой, чтобы принять. Делаем его копию, копируем его под основной ободок, снова применяем редактирование, трансформирование, масштабирование, уменьшаем и устанавливаем по центру. Вот таким вот образом. И нам нужно его повернуть. Допустим, повернем его на 3 градуса. Кликнем галочку. 3 градуса будет слишком много в данном случае. Редактирование трансформирования, снова его уменьшаю. И, как я уже сказал, 3 градуса будет слишком много. Возьму 2 градуса. Я отталкиваюсь вот от этого зеленого зеленого рисунка. Потому как он будет у нас обрисовывать основной контур снижающегося к центру нашего рисунка. Соединяем эти два ободка. Выделяем. Ctrl-C, Ctrl-V. Редактирование, трансформирование, масштабирование. Да, перед тем, как его масштабировать, вы должны поместить его на слой под предыдущим ободком. А теперь можно редактирование, трансформирование, масштабирование. уменьшаем. Ставим его по центру. Снова применяем поворот. Потому как их уже было два, мы в два раза увеличиваем градус. Шесть или пять будет. Шесть или пять градусов подойдет. здесь я уменьшил его не сильно, поэтому подойдет даже четыре градуса. Кликну галочку, соединю эти два контура, эти два ободка, Ctrl-C на предыдущий слой Ctrl-V, редактирование, трансформирование, масштабирование. Снова уменьшаю его, вот таким вот образом. Можно подобрать градус. В данном случае девять градусов уже. Соединяем эти два ободка, снова копия, снова под основной слой, снова редактирование, трансформирование, масштабирование, уменьшаем, устанавливаем таким вот образом по центру. Можно еще сильнее уменьшить в данном случае. Станавливаем по центру. Таким вот образом. Снова поворачивает. я прошлый раз брал девять градусов, здесь я беру уже восемнадцать. галочка, соединяем, выделяем, Ctrl-C, Ctrl-V, помещаем его под предыдущий слой, редактирование, трансформирование, масштабирование. Снова уменьшаем для нужных нам размеров. Отлично. Теперь разворачиваем. Я брал восемнадцать градусов, теперь нам нужно число в два раза больше. Тридцать шесть. Отлично. Соединяем и скопируем еще раз Ctrl-C, Ctrl-V под предыдущий слой, редактирование, трансформирование, масштабирование. Снова уменьшаем. Снова устанавливаем. подбираем. Подбираем 64, так, 64 будет мало, то есть много, 34 градуса. можно соединять. И теперь мы поступим следующим образом. Чтобы у нас создался эффект более такого глубокого коридора вниз, мы переходим на следующий слой, выбираем черный цвет, кисть, увеличим ее, выберем мягкую, увеличим еще сильнее, заливка, ну допустим, на 30% будет. Применяем ее вот таким вот образом несколько раз. У нас создался эффект затемнения вовнутрь. Можно уменьшить. И в центре еще пару раз кликнуть. Можем теперь раскрыть этот основной рисунок. И уже по вашему желанию вы можете взять и удалить затемнение в центре. Таким вот образом сделать поднимающаяся как бы платформа или ревитирующая. Но я этого делать не буду. Уберем линейки, рассмотрим, что у нас вышло. Отлично. Вот такой эффект колодца. глубокой картинки у нас получился. Ну, еще по вашему желанию вы можете точно так же поверх всех этих картинок сделать затемнение. линейки. Вот у нас готов такой вот колодец в фотошопе. на этом сегодняшний урок по фотошопу закончен. Всем спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...